Здравствуйте! Вы собираете... А почему вы закрываетесь? Какой мы уйдем? Я расскажу, что вы не обретаете. Вы задаете данные без документов. Мы опрашиваем всех. Дело в том, что мы все, кто находится на избирательном участке, наблюдателей, членов комиссии, те, кто проводит экзотполы, мы всех опрашиваем. Даже те, кто голосует, опрашиваем. Но вы в публичном месте просто. Мы имеем на это право. Если люди проводят экзотпол, они проводят его с документами. Вы проводите вот этот воздебор, вот. Я что, зрите, ладить, ничего себе говорите. Вот так и так, так и так. А мы ладили здесь? Да. А что нам с ладили, что здесь кто? Репутатка. Вы что? Нет, ну, на это должно быть разрешение. Понимаете, мы тоже не приходим просто так снимать. Мы всегда заходим и регистрируемся обязательно. Зараз пытаем у девчину. Лика. Разумевляй по телефону. Здравствуйте. Сейчас я вам даю. Вы проводите экзотпол? Да. А от какой организации? От ЮТВ. Как, от ЮТВ? А у вас есть документы соответствующие? А надо, чтобы у нас были соответствующие. Да. Вольное начало от ЮТВ. В общем, у нас должны быть соответствующие документы. Мы не нарушаем права Конституции, мы не находимся. А какая ваша задача? Узнать просто, кто за кого голосовал абсолютно анонимно, для подведения итогов. Понятно, хорошо, спасибо. Вот это наблюдатель. Добрый день. Здравствуйте. Вы у нас не спрашиваете, как я смотрю, за кого мы проголосовали. Вы уже спрашивали. Да, скажите, вы какую организацию представляете? Южненское телевидение. Южненское телевидение? Интересно, хорошо. А Южненское телевидение в лице кого? Кто конкретно с вами общался вообще и просил о том, чтобы... Не скажете, да? Южненское телевидение, как интересно. А Южненское телевидение, оно теперь у нас занимается работой экзитпола, да? Представляет такие услуги. Хорошо. Вы уже опрос совершили. Каким образом вы его осуществляете? Вы задаете вопросы, за кого голосовали. Что вы пишете в список? Именно сам ответ, вы не пишете имя, фамилию. Ставлю галочку. Ставите галочку напротив фамилии, да, и партии. Хорошо. А потом вы будете представлять обратно в Южненское телевидение эти списки, да? Или кто с вами связывался? Угу. Угу. То есть, а инструктаж вы где-то проходили вообще? Кто-то вам объяснял, как нужно действовать? Да, мы объясняли. А где, на телевидении? Или в другом месте? В другом месте. Угу. Сказать можете? Да, вот там вот, за копейкой. За копейкой, там есть какой-то офис у них? Да, есть. Партия регионов бывшая? Ну, это та территория. Возле Тинета, да, офис? Я не знаю, где Тинет. Тинет это наш интернет-провайдер. Я не знаю, где находится. А, не знаете, где их офис? Ну, это вот сзади ДК, сзади копейки, это территория, которая возле детской площадки, да, находится? Да, да, да. Вот там где-то в офисе, да? Ага, все понятно. Опытным путем. Вот я смотрю, есть молодой человек, который все-таки задает вопросы. Как раз очень хорошо. Вот, как раз тут экзит-пол. Здравствуйте. Как приятно видеть молодого человека на выходе. Вы представляете, какую организацию? Ну, какая разница? Вы проводите опросы? Ну, да. А что вы спрашиваете у избирателей? Кто за кого проголосовала? Кто за кого проголосовала? Можно посмотреть, что у вас здесь в листике написано? Я пробую. А что вы пишете? Галочки какие-то? Галочки пишу, да. Ага, вы только... Значит, только партии вас не интересуют, только мажоритарщики. Мажоритарщики. Мажоритарщики, да. А кто поставил перед вами такую задачу? Я вам не скажу. А почему вы не скажете? Не скажу, я говорю. А кто вам разрешил здесь находиться? Я думаю, кто-то разрешил, знаете, заходить. А как вас зовут? Не важно. Как это не важно? Ну, а чего я должен вам присоедать? Ну, потому что... Ну, потому что я журналист, и я задаю такие вопросы. Хорошо. А у нас есть информация о том, что вы имеете отношение к телестудии МИК, что телевидение Южный с каким-то образом... Каким боком туда не выходит вообще. Меня попросили, я сижу... А, то есть вы... Ну, вы лично с кем конкретно общались и говорите? Нет. И как вас зовут? Да нет. Какие-то посвечения у вас есть? Нет. Ничего нет, да? Хорошо. Интересно. Как же вы экзитпол проводите, если вы даже не можете себя идентифицировать и сказать, кому вы имеете отношение? Вы законодательством Украины знакомы? А что? Ну, что, у вас должно быть посвечения организации? Есть оно? Если должно было бы быть, они мне его дают. Ну, если у вас его нет, значит вы незаконно здесь находитесь, вы это понимаете? Ага, понятно, хорошо. Все, удачи вам, до свидания. Здравствуйте. А вы скажите, что экзитпол проводите? Кого? Вы проводите экзитпол? Ну, или что? Социапрос. По поводу кандидатов, так? Да. И что вы спрашиваете? Какие кандидаты вообще лидируют? От кого вы? От какой организации? От... Ну, я не буду говорить. Почему? Ну, потому что... Ну, вам дали какой-то документ, чтобы вы удостоверяли, ну, как бы людям показать? Да, документ для себя. Ага. Ну, вы от партии или от организации? И от того, и от того. И от партии, от организации, да? Да. И целый день здесь работаете или как? Нет. Нет? Ну, все время. Вы проводите опрос только по партиям или по кандидатам тоже? По кандидатам. По кандидатам, да? По партиям нет. Ну, вы не собираете личные данные, так ли? Нет. Это Ксения Смикон от партии региона. У нас есть рассказы. Спасибо. Ну, были у вас сегодня такие люди, которые спрашивали на выходе, кто за кого голосовал? Да. Экзитпол. Они с документами были? Да. Подъявляются с разрешением. Потому что даже если они не прилегают сюда, так мы по своей инициативе мы спрашиваем, есть мандат на проведение роботов? И какой у них был мандат? Ну, это нам подтверждали, что есть, да. Они записаны, естественно. Они все записаны. Я поняла. Мы можете... Я поняла. Но вообще у вас есть инструкция, что разрешение у них должно быть обязательное. Обязательное, но опять же без разрешения. Да. Мы даже спрашивали, кто вы. Спрашивали, если сейчас подошли в комиссию, спрашивали. Хотя это не наши подписи, допустим. Но, тем не менее, мы спрашивали. Ну, вы бдите, так скажем. Ну, мало ли кто. Мало ли каких подложек. Мало ли с какой целью кто-то пришел здесь. Да. Потому что вы знаете. Предупредили нас заранее, что могут быть какие-нибудь инциденты. То есть специально придут, специально где-то что-то заметят, что-то где-то специально, чтобы потом этой негативным цветом окрасить робот-кониссию. Пока что. Угу, я поняла. Спасибо. Ты можешь где-то спросить и девочки. А можно у вас узнать, кто проводил экзит-колы, какие компании? У вас же есть данные. Регистрировались представители организации? Экзит-колы кто проводил? На выходе. Опросы на выходе. А, опросы на выходе. Его нет уже. Сейчас нет. Просто сказали, что они регистрировались. Что они тут в какой-то организации. Я спрашивала. Мальчик, когда я пришла, но никто не хотел отвечать. У меня никто не хотел отвечать. Никто не хотел отвечать. Никто не хотел отвечать? Мальчик стоял на двери. Я как раз приехала, свои звали. И не хотела отвечать. Времени нет. Проказывали. Один, только что я заметила, парень. Женщина задавала вопросом, какой мне где-то написали на отсуток. Я записывала, опросы, регистрировала, но кто опрос проведет? Не регистрировали. Они не подходили сами. Не, не, не. Мы их зарегистрировали, но кто именно, я не могу сказать. Но вы их записывали. А организацию не помните. Они не называли, что ли, организацию? Нет. Может, вы вспомните организацию? Они могут быть представителями прессы, общественной организации, известной, неизвестной. Может быть, просто вы вспомните время хотя бы, когда это было. Потому что так приблизительно. Конечно, работы много, но все равно. Очень мало людей. Вот уже практически никто не голосует. Все. Пусто. Никто не называет, не скажет документ, официальная документация. У них нет, они не представляют никого официально. Оно говорят о том, что они представляют югубки отдельные книги. Некоторые из них. То есть, может быть, кто-то так и записывает. Но документов у них нет. Документов, поэтому у них нет. Ну, мы очень проверяем. У них есть специальная табличка, в которой всего три кандидата. Да. И еще один просто графа там. Инще-инще. Инще типа. И интересует только одному этапу. Поэтому она тоже визавщика. Поэтому, ну, понятно, ничего они это делают. Просто там интересно, инвестировались ли на вас и нет. Ну, хорошо. Спасибо большое. Удачи. Удачи.